Лыжи мне в руки, теперь у меня есть снегоходящие! Оооо, как круто! Оооо, вот это мощь! Волосы мне за спину! Ну что, пора окунуться в новый мир! Погнали! Оооо, вот эта карточка! Приличная, еще и такая высокая, придется взбираться высоко! Но сперва нам нужно закупиться, чего у нас здесь есть? Ice containers! Блин, придется новый контейнер покупать, мне так нравилась эта звездочка! Оооо, какой страшный контейнер! 5000 зато вмещается в него! Эй, вздутая голова, ну-ка продай-ка мне контейнер! И так, чтобы купить самый дешманский контейнер на 100 льда, мне нужно потратить 10 тысяч долларов! Ммм, да... А в чем логика? Красавчик, помоги! Что-то я не понял... Ааа, все понял, здесь 8000 и плюс 350 льда, мне нужно заплатить! Ясно, теперь я понял, как здесь расценки все эти действуют! Ммм, благо у меня есть 10 тысяч долларов с собой в кармане! И есть возможность купить холодов за 150 рубаксов! Нет, спасибо! А ледяная башка вообще не продается! Ее можно получить, если ты одолеешь 100 боссов! А где эти боссы, здесь я даже не представляю! Покупка самого дешманского контейнера! Опять возвращаемся к дну! Все на дно! К нищебродству! Самому дешевому и самому бесполезному, бестолковому! В общем, перекрашу я его в какой-нибудь такой необычный цвет! А о, в зелененький! Покупаю! Огонь! Эх, как школьник! Как школьник! Так, а вот этот вот пэт золотой, что-то мне ошибка-то и не помогает! Он вроде бы как должен удваивать мой заработок, но как-то что-то я не чувствую этого! Зайдем в магазин Teams. Teams, это название магазина Teams Tools. Ну, Tools это понятно, инструменты, а Teams это, наверное, название, точнее имя продавца. Teams, 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 ну да, на Teams ты точно похож! Что у тебя здесь продается? Джедайскими... Ты чё, из Старварсов, что ли? У кого-то его спёр! А ну-ка, лись, негодяй! Ух ты, какая крутая пила! Воу! Да, она ещё тут болтается так прикольно! Ммм... Ох ты ж, ёшки-матрёшки! Это же... Ты чё такой удивлённый-то? Меня, что ли, увидел? Или моего пэта? Или моего... Одноглазового пернатого товарища? Ладно, не будем его пугать. Хе, ну, забавно, конечно. Что у тебя здесь есть, Teams? Teams, Teams, Teams. Можно я тебя просто буду назвать? Тимми! Тимми! Э... э... Да... Ценник, конечно, здесь опупесь какой! Эээээ! Хе... Чтобы купить обычный, столовый нож вот такой, мне нужно потратить на него, пятнадцать тысяч долларов! А, капец! А топор сколько! Двадцать семь и семьсот пятьдесят льда. Ньддддддддддддддддддддддддддд. Цую, мне придётся идти в банк брать кредит. Ну чё, одобрели кредит! Эээээээээээ! Оу, начальная кирка, 36 тысяч долларов, на 36 тысяч долларов, чтобы вы понимали, можно купить, сейчас я даже посчитаю на калькулятор и переведу эту цифру в рубли, ааа, какой у нас сейчас курс, 56 рублей, 36 тысяч долларов, это 2 миллиона рублей, чтобы вы понимали, за эту долбанную кирку, какого, что с этим миром происходит, я не знаю, она не из золота сделана, она там не бриллиантовая, обычно черная кирка, Оу, про этот тесак я вообще молчу, что ж там интересно дальше, пила, огромная пила, стоит 70 тысяч косарей, молот, 80, оу, и что-то у меня дальше желание пропало, я дальше не хочу даже смотреть, короче, я понял одно, денег у меня сейчас не хватает, чтобы купить элементарно обычный столовый нож, поэтому придется вернуться назад и немножечко поработать, благо у меня есть солидная вещь под названием монстр-снегоуборщик, Вот такая вот здоровая махина, которая стоила там, 800 тысяч долларов, больше всего мне на этой тачке нравится гонять от первого лица, ты словно сидишь в кабине, такой крутой, как настоящий тракторист, едешь и убираешь снег, это просто кайфово, напишите в комментариях, кто как любит гонять в этой игре, от первого или от третьего лица, да, когда-то я был таким же школьником, и убирал весь снег лопатами, и прочь всякой ерунды, Эй, Тимми, я набрал 22 тысячи, и думаю, что у меня на ножик должно хватить, потому что он стоит всего 15 тысяч, капец, блин, я себя транжирой называю, вот серьезно, как можно было потратить 15 газорей на ножик, какой-то долбанный ножик, просто очешу есть, вы только посмотрите, как он этот ножик достает, Не, ну это просто, можно снимать какие-нибудь фильмы ужасов, у нас с тобой есть роскошный ножик, и контейнер, теперь нам нужно придумать, что с этим делать, поехали дальше, посмотрим, может нам кто что подскажет, сколько здесь домиков, интересно, а можно в них заходить? Ну-ка, попробую, не, нельзя, к сожалению нельзя, о, а там есть у нас добрый чувачок, ну-ка, что ты нам расскажешь? О, и там бутон! Какой бутон? Где ты там бутон увидел? Может то, что пещера засыпала? Чего-то я пока вообще не въезжаю, может у меня совсем фигово с переводом, так, дальше почитаем, а, он наверное спросил, как у меня дела, или куда я направляюсь, типа, я в порядке? Что с землей происходит? Это из-за пещеры? Ну-ка, сейчас спросим у него, что же с землей происходит? Ты чё, чувак, не слышал? В этой пещере лёд стоит, как навес золота? Нифига себе, вот эта дорогущая пещерка. Оу, как я могу попасть туда? Извини, чувак, только опытный шахтёр может попасть в эту пещеру, у него должно быть 20 тысяч льда, прежде чем ты сможешь туда попасть. Эх, ладно, я тогда как накоплю, к тебе приду. А, где мой мотик? Мотик? Оу, ещё один тип, учитывая то, как я езжу на своём, эээ, в снегоходе, вытащив вот так вот ножик, это очень опасно подъезжать кому-либо, поэтому я сейчас его спрячу, обочки, и всё, типа я дружелюбный. Чувак, ты похож на Кенни. Так, Маунтайн Гид. Гид? Мне нужен гид, расскажи мне, что здесь вообще происходит? Добро пожаловать в главный лагерь Айс Маунтайн. Попрошу его взять меня с собой наверх. Да, без проблем, только заплати 200 рубаксов, не-не-не-не-не, так дело не делается, нет, спасибо. Давай до свидос. Я как-нибудь сам туда наверх доберусь. Кстати, у тебя такой же снегоход, как у меня. Не мог мне скидочку сделать. По-братски. Ларри, ты чего здесь один делаешь? Замёрзнешь же? У тебя тут снега по пупок. Эй, здорово-дорого. Что за кубы льда позади тебя? О, это, это часть озера на вершине горы. Когда это озеро замерзает, я плачу людям, чтобы они мне принесли немного льда с этого озера. Нафига тебе этот лёд с озера? О, не палься насчёт этого. Но если ты мне привезёшь немного льда с этого озера, то я неплохо тебе заплачу. Ммм, ну раз так, то почему бы тебе не привезти? Ладно, я подумаю и вернусь. Сколько здесь интересно странных людей. Надеюсь, я ещё кого-нибудь здесь повстречаю и мне поведают какую-нибудь чудную историю о том, что же с этим льдом здесь не так. О, и недолго же мне пришлось ехать, как я встретил нового чудака. Это похоже, знаете, на что? Жёлтый лёд. Похоже на огромную засохшую сопельку. А тут есть лесенка. Ну-ка, попробую подняться. О, как меня колбасит, когда я поднимаюсь. Что здесь у нас интересненького? В принципе, в принципе, здесь нифига интересного нет. Зачем здесь лесенка, тоже непонятно. Может быть, в будущем что-нибудь добавят. Но я хочу попробовать срезать хотя бы вот немножечко льда вот с этих вот глыб. По крайней мере, попробовать. Оу! Нифига себе! Круто! У меня получается! Я даже и не думал, что я смогу таким ножиком расколбасить такую глыбу льда. Была глыба, нет глыбы. Только почему-то я её до конца не могу расколоть. Видимо, это маленький кусочек, который потом вновь восстановится. Всё, я набил свой холодильник для льда наполовину и оставлю ещё чуть-чуть места. Мало ли, вдруг я встречу чего-нибудь ещё такое более крутое, чем вот такие вот обычные льдинки. Хочу попробовать разломать ещё эту сопельку. Ээээ, нет. Придётся мне, видимо, эту сопельку ломать с какими-то друзьями. Может быть, она для квеста нужна, я не знаю. Ладно, еду дальше. А, дружище, я ещё с тобой не пообщался. Моунтайн хайкер. Хикер. Ну и имечка. А, погоди. Я ему лёд продал. Нифига себе. Я думал, что я могу с тобой поговорить, но оказывается, я тебе продал лёд. И теперь на моём счету 50 льдинок. А это означает, что если я ещё чуть-чуть поднажму, я смогу купить себе новое холодильное устройство, где будет вмещаться намного больше льда. Ну, пока я продолжаю свой путь наверх, и надеюсь, там что-нибудь будет интересное, грандиозное. Ох, ёшки-матрёшки, мы взобрались на самую вершину. А вот то самое озеро, про которое нам говорил один из здешних жителей. О, в общем, если мы принесём отсюда кусочек льда, я правда не знаю, как отсюда принести кусочек льда, то он бы нам заплатил неплохие денюжки. Но, видимо, у меня нет специального инструмента, поэтому пока что, пока что я, ну, в пролёте. Так, здесь у нас, видимо, вечериночка. Оу, е-е-е, можно к вам? Блин, меня на вечеринку не пускают. Ну, чуваки, ну, поиздите меня, я подузить с вами хочу. Блин, даже через окошечко нифига не видно, что там происходит. Эх, ладно. Пойду поработаю. Раз уж такие дела. А на противоположной стороне у нас стоит Айс Визард. Какой-то ледяной волшебник. А, я ему тоже могу продавать лёд. Ясно. В принципе, и всё. Мы забрались на самую вершину. Я так полагаю, что дальше ехать некуда. Хотя я там где-то вдалеке видел мостик. Если посмотреть вот отсюда, этот мостик видно. Вон он. Вон он, этот мостик. Ух ты ж, сколько там льда-то. Снизу, вон, в той области. Но, по сути, этот мостик, он ведёт в никуда. Там ничего нету. Смысла туда ехать я не вижу. Поэтому приступаю к операции сборщик льда. Соберу немножечко льда и сдам этому ледяному магу. Субтитры добавил DimaTorzok Эй, Тимми, готовь свои инструменты. Я накопил денюжку. И я куплю ни топор ни фига. А вот такую вот базовую кирку, которая стоит 2 миллиона рублей или 36 тысяч долларов. И 1500 льдинок. И посмотрим, что же она умеет. Так, где она у меня? Та-дам! Шикарная кирка. Надеюсь, что она стоит своих денег. А теперь пойдём тестить. Итак, какая же ледяная глыба опробует мою новую кирку? Давай-ка вот это вот. Первый удар. О-о-о-о-о! Нифига себе! Как быстро этой киркой ломается эта ледяная глыба. Офигеть! Поскольку я набираю, интересно, в свой холодильник. По 3 единицы льда сразу кладётся в мой холодильник при помощи этой могучей кирки. Ну-ка, а чего, если я попробую разбить вот это вот озеро своей киркой? И-е-е-е... Мама... Субтитры сделал DimaTorzok